Для того, чтобы эффективно решать проблемы славянцев и продвигаться вперед в плане улучшения благоустройства и комфортности жителей, нужно знать, чем они живут и что их волнует. Именно этой цели и служат встречи главы славянского района Романа Сенеговского с горожанами и селянами. Наша съемочная группа побывала на одной из таких встреч. Лучше всего держать руку на пульсе жизни, получая свежую информацию от жителей, которые не только объективно оценивают работу местной власти, но и прямо высказывают свои пожелания и предложения с тем, чтобы они учитывались в текущей работе. Глава славянского района Роман Сенеговский провел встречу с родительским активом 12-й школы. В начале встречи глава рассказал о том, чем сегодня живут город и район, какие вопросы решаются властью, что удалось сделать за последнее время. И очень важно, чтобы возможности бюджета соразмерялись с потребностями жителей во всех сферах, которых немало. Это и дороги, и тротуары, и социальные объекты, и культура, и спорт, и молодежная политика, и благоустройство, и ряд других вопросов, которые в целом приходится власти делать вместе с жителем, вместе с бизнесом. Для того, чтобы привлекать дополнительно деньги, мы участвуем в краевых программах. Сегодня вот спасибо губернатору и Юрию Александровичу Бурлачко, это законодательное собрание края. В крае много разных программ, в которых муниципальные образования могут участвовать для того, чтобы привлекать дополнительные деньги. Для этого приходится делать проектные работы, проходить экспертизы. И вот эта школа, в которой мы с вами находимся, это уже результат большого труда, который мы вместе с коллегами прошли этот путь. Муниципалитет сделал в минувшем году большой шаг вперед в своем социально-экономическом развитии. Достаточно вспомнить введение в строй трех корпусов для малышей в детских садах номер 1, 17 и 41, двух спортплощадок на селе, комплексное благоустройство Северного парка, которое буквально преобразило его, превратив в любимое место отдыха горожан. И есть новые серьезные планы. Один вопрос – это строительство нового детского сада на 320 мест. У нас есть место прямо возле школы, вот здесь, можно сказать, со стороны Казачьей улицы. Несколько гектар места. Проект уже прошел экспертизу. Объект стоит порядка 400 миллионов. На этот год нам поставили чуть больше 100 миллионов, 110 миллионов рублей. И мы вот надеемся, что в ближайшее время будем проводить торги и начнем строительство этого нового детского сада. Если мы построим этот детский сад, то мы практически решим по городу все задачи, что касается наших детей. Продолжает свое развитие система здравоохранения, что немаловажно для всех славянцев. С декабря прошлого года в ЦРБ идет капитальный ремонт отделения травмы, хирургии. В реанимации обустраивается новая операционная. Работа завершается в этом году. Благодаря поддержке Ивана Варыча Демченко нам были подарены три машины. Ну мы, в принципе, районная администрация продолжает поддерживать нашу центральную родную больницу, несмотря на то, что она перешла на сегодняшний день на краевой уровень. Затем участники встречи поговорили о работе новой школы, с открытия которой прошло полтора года. Детям сегодня здесь комфортно и интересно учиться, а это самое главное. Работает много кружков и спортивных секций, сформирован педагогический коллектив. В школе уже более 1400 учеников, которые получают здесь отличные знания. Родители благодарны за все, что делается для учащихся. Я хочу поблагодарить наших учителей, сказать им огромное спасибо. И очень большое, хорошее спасибо хочется поздравить и не вам. Потому что в связи с пандемией мы теперь очень редко ходим в школу и не виделись очень давно. Просто большое, очень большое спасибо. Затем были заданы вопросы, касающиеся прежде всего благоустройства города. Зашла речь и о дорогах в микрорайоне Южный. В этом году мы постарались заасфальтировать тротуары, переходы сделали, чуть дальше сделали. Поэтому потихонечку эти вопросы двигаются. Но что касается асфальта, честно вам скажу, большие деньги. Я вам привел пример. Кусочек казачьего лица, 25 миллионов рублей. Поэтому будем двигаться, будем правильно выговорить. И Южный микрорайон, и уже сколько лет у нас микрорайон Копыл, который нужно делать. В ходе общения родители озвучили ряд вопросов, касающихся благоустройства улиц, по которым дети ходят в 12-ю школу. Все вопросы глава муниципалитета взял на контроль для комплексного решения совместно с городской администрацией. Хороший опыт в таких вопросах уже есть, поэтому будут благоустраиваться все улицы. Зашла речь на встречи и о духовно-нравственном воспитании. В сегодняшнее время, когда молодежь подвержена влиянию социальных сетей, этому вопросу надо уделять особое внимание. Проблема в чем? Наверное же проблема в том, что мы где-то с вами не дорабатываем. И мне бы хотелось бы сказать, что органы местного самоуправления, родители, я думаю, что преподавательский состав, мы все сегодня как никогда открыты. И поэтому давайте мы сегодня тоже сосредоточимся на том, чтобы наши дети, мы создадим для них идеальные условия, но чтобы и вы дома вдыхали то чувство патриотизма, те все дела, которые делаются здесь. Ну по методикам я почему говорю, что я как-то выступал у вас на собрании, говорил, сегодня я не знаю, какие надо методики, через какие IT-технологии, видеопрограммы, и что заинтересовать наших детей и учить тому доброму, вечному, вот как учили и раньше. Встреча с руководством муниципалитета получилась интересной и продуктивной для всех ее участников. Эффективный разговор. Многие родители работают не в муниципальной сфере и не совсем до конца понимают, что происходит у нас в районе, какие социальные объекты строятся, ремонтируются. А в таком формате они все это увидели. Я думаю, что большинство здесь увидело что-то новое для себя. И сама беседа с главой тоже была достаточно доброжелательна и мне очень понравилось. По просьбе родителей учеников было решено поставить сплит-системы в кабинеты информатики и убрать несколько секций ограждения со стороны улицы Щерца, чтобы было удобнее выходить с парковки на тротуар. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».